Всех приветствую, моих подписчиков и случайно забреждающих на этот канал. Сейчас просмотрел ролик Клима Жукова о космическом Газпроме. Если вы смотрели фильм «Аватар», вот это про этот фильм. Вы помните, там на планету высаживается нехорошая корпорация, которая хочет добыть какой-то металл, какой-то летучий, там, я что-то не помню. Летируемый, летающий, короче, в каких-то приборах, он, короче, дороже золота. И они там пробираются. Ну, короче, суть в том, что такой интересный разбор этого фильма. А я вспомнил фильм «Красотка». Кстати, видите, я на берегу Дона, старого Дона, старец. Красиво, утки квакают. Ну и вот, вы помните же «Красотка»? Там, где Ричард Гирд играет, и это актриса, забыл, как ее зовут, с таким большим ртом, с такими большими ушами. Она красотка, короче. Вот. Там романтическая история. А вот уже спустя какое-то время, вот, я вспомнил этот фильм, и я, мне в голову приходит, вообще там основа-то экономическая. Вот. Поскольку я инвестициями занимаюсь, и мне, теперь я на все американские фильмы смотрю немножко с другой стороны. Там же вся основа на каком-то, на какой-то истории лежит. А на эту историю наслаивается, например, там, любовь, там, криминал и прочее. Давайте вспомним, что там, красотки, главный герой Ричарда Гира, да? Он бизнесмен. И он, короче, что он хочет сделать? Есть хороший бизнесмен, который строит для американского флота корабли, а Ричард Гир – хищник. Чем он занимается? Ну, сейчас вот мы, там, на Украине, в Белоруссии, в Белоруссии в меньшей степени, в России, мы теперь понимаем абсолютно, чем занимается герой Ричарда Гира. Он просто хищник. Он находит предприятие, которое находится в трудном финансовом положении. Смотрит финансовые отчеты. И у него есть какие-то связи определенные. У него связи, там, в комитете, вот он, коррупция, да? Вот. И он может заказ каких-то там кораблей, линкоров отложить, положить на подсукно. Ну, грубо говоря, отложить на год. Но ему, этому владельцу судоверфи-то, этот заказ придет, он придет позже. А ему надо платить рабочую зарплату, и в итоге это предприятие становится очень неудобное в финансовом положении. Что делает этот товарищ? Он приходит ему и говорит, продай мне это предприятие, я тебе дам деньги, а ты, а я уже с ним распоряжусь. И что он делает? Предприятие стоит на море, земля там дорогая, в каком-то городе. Что он делает? Он просто берет, оборудование сдает на металлолом, а землю режет на куски и продает девелоперам, то есть строителям. Ну, например, пример, вот свежий пример, там, вот в Москве, да? Сколько производственных площадок, которые находились в Москве, вот, а сейчас их просто выкупили, их обанкротили, и на этом месте сейчас стоят жилые массивы города Москвы. ЗИЛ, Москвич, вот, ОЗЛК. Вот эти все производственные помещения, часть производственных помещений превращены в торговые центры, которые сдаются в аренду. Остальная земля свободная, небольшие там помещения снесены. Разделены на куски и проданы девелоперам за хорошую московскую цену квадратного метра земли. Ну вот, смотрите, да? Так сказать, фильм «Красотка», «Ричард Гир», «Инвестиции». И, если вы слышали, есть такой очень богатый инвестор в Америке, Орен Баффет. Так вот, Орен Баффет до встречи со вторым членом своей компании, Брекширд Хэтуэй, он занимался тем же самым. Он находил предприятие, у него был капитал, он заходил в предприятие, скупал акции, становился председателем. И потом просто ликвидировал это предприятие и его, грубо говоря, делил. Это продавал, оборудование продавал, землю, это, помещение производственное сдавал, землю нарезал, продавал. И, короче, вот первый капитал, крупный капитал Орена Баффетта сделан таким путем. То есть он был волком, который рвал эти предприятия. Ну, до встречи с Чарли Мангером, он ему, Чарли Мангер ему объяснил. Я просто говорю, что это очень крупнейший инвестор Америки и мира, очень авторитетные люди, как Орен Баффетт, Чарли Мангер. Он ему немножко другую ситуацию объяснил, что лучше покупать хорошее предприятие, но которое потом еще станет еще лучше. Ну, конкретно Apple, да? Вы все знаете, это телефон Apple. Вот, чтобы вы знали, что Орен Баффетт и Чарли Мангер владеют 5% этой компании. А, кстати, вот, и подруга вот этой вот актрисы, красотки, проститутка, она тоже говорит, я работаю, это самые легкие деньги, а все вырученные деньги я покупаю акции, чтобы стать потом богатой. Вот, представляете, как прошло, когда мы первый раз посмотрели этот фильм «Красотка», да, и только сейчас нам начинается открываться вторая суть этого фильма. Представляете, вот, вот, получается, нынешние наши реалии, да, у них это уже давно происходит. Есть определенные волки, которые с капиталом, с, как сказать, со связями, и они вот занимаются вот такой вот экономической деятельностью. Вот. Вот такие вот мысли мне пришли о фильме «Красотка» Орона Баффетти и Чарли Мангер, наверное, вы первый раз слышите о таких людях. Ну, Орона Баффетт, наверное, вы слышите, там, Баффетт, Баффетт, это довольно-таки известная личность в мире, вот. Дедушке, там, уже 94 года, а Чарли Мангеру уже, там, 98. Вот эти вот акулы рынка. Кстати, у них предприятие называется корпорация «Брекшир Хватуэй». Они купили ткацкую фабрику, вот, в Новую Англию, ну, это в Америке. И, в итоге, сделали эту фабрику, ну, под юридическую эту адрес этой фабрики зарегистрировали эту вот фирму инвестиционную. Крупнейший инвестиционный фонд Америки и мира. Вот такая вот история. Еще раз повторю, «Красотка», Баффетт, Чарли Мангер, проституция, вообще капец. Вот такие вот у меня мысли пришли. Ну, что, назовем этот ролик о фильме «Красотка», о уровне Баффетта и инвестициях. Всем всего хорошего, удачи, подписываемся, ставим лайки.